Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовском ДРСУ, которое ежедневно убирает город Одинцово от снега. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте! Хотелось, конечно же, сегодня не только поговорить с вами, побеседовать, и чтобы вы рассказали о деятельности и работе ДРСУ в зимний период, но, конечно, побывать на разных объектах и лично посмотреть, понаблюдать за тем, как происходит очистка города от снега. Еще раз здравствуйте! Да, вы действительно в Одинцовском ДРСУ. Погода снежная, все, мы готовы выехать на линию. Сегодня это будет 5 единиц техники. Будем чистить основные улицы города. Это центральная часть, микрорайон Кутузовский, восьмой микрорайон. И где-то вот уже через полчаса колонна выстроится, водители готовы. Сейчас загружается ПГМ, это противогололедные материалы. И мы в бой. Погода благоволит нам. В этом году зима снежная. Да. Как удается справляться и во сколько начинается рабочий день ваших сотрудников? В каком режиме сегодня работает ДРСУ? Рабочий режим – это постоянная работа машин, техники, людей. Начинаем мы свой рабочий день в 6 утра. Вот. Как мы сейчас и видим, на улице темно, идет снег. И все готовы выйти на улицы. И как и ручная уборка, так и механизированная уборка. Механизированная уборка – это трактора, КДМки, золотые ручки, самосвалы для погрузки снега. Маленькие машинки – это бакеты, которые убирают парковочные места, заездные карманы автобусных остановок. Люди занимаются очисткой автобусных остановок, площадок от снега, подходы к пешеходным переходам. А КДМ – это комбинированные дорожные машины, которые непосредственно убирают проезжую часть автомобильных дорог общего пользования. Вы уже сказали о том, что машины выходят на улицы города, очищают проезжую часть от снега. А что с ним становится? Куда он вывозится? Куда уходит весь этот снег, который в огромном количестве падает с неба? Снег вывозится на снегосвалку, находится в городском поселении Одинцова. Администрации города выделен земельный участок, на котором, согласно контракту, мы вывозим туда снег. И, соответственно, когда проходят КДМки, образуется вал, который в последующем убирает золотые ручки. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, увидите лично, как убираются улицы города от снега. Андрей, расскажите о машине, в которой мы сейчас находимся, какие основные задачи, функции на нее возложены? Функции этого Мерседеса – это уборка, очистка дорожного покрытия от снега. Это плуг, щетка она подметает. И плюс еще рассыпаем песчано-соляную смесь. Как бы вот после, кто идет там, 5 машин, 6 едет, чистит, а сзади эта машина едет, посыпает соль, реагенты, там, песчано-соляную смесь. Они очень много функций туда засыпаются, материала много. Сколько лет вы уже работаете в Одинцовском ДРСУ и чем вас так привлекают большие машины? Всегда ли хотелось сидеть и управлять огромной машиной? Ну да, в Одинцовском ДРСУ я уже работаю около 13 лет. Как бы сразу сюда пришел. И мне очень понравилось. Здесь как бы свой город обслуживаешь, никуда не ездишь, как бы чувствуешь себя как дома. И на этой машине, ну да, немножко есть минусы, что она большая. По городу не очень, в некоторых местах не очень удобно. В некоторых местах не проезжаешь, приходится сдавать назад. Некоторые люди не пускают. Ну а в общем, все нормально, нравится работать. Что чувствуете, когда заступаете на смену, когда ваша машина находится в составе колонны, и вы приступаете к очистке города от снега? Ну это как-то, как уже привычная ситуация. Пришел на работу, заправился, сел, поехал, спокойно работаешь, чистишь. Ну конечно, когда не ломается, это хорошо. Ну наверное, все-таки Мерседес надежная машина. Мерседес хорошая машина, очень вот ей уже 6 лет, 7 лет, фу-фу-фу, она никогда не подводила. Ну были там маленькие нюансы всякие, но это очень быстро там все решалось. Ну как бы на Мерседес есть надежда. А вообще водителем мечтали стать с детства? Ну не то, что, ну как-то да, все время нравилось железяки, крутить там все, ездить. Что самое важное для вас в машине, что вы всегда берете с собой в дорогу? Не знаю, наверняка есть какие-то, как у любого водителя, свои суверия, талисманы. Так ничего не берешь, берешь удачу с собой, чтобы как бы с позитивом на работу пришел, залил термос и поехал работать. Едешь потихонечку, чай пьешь в пробках. И потихоньку, потихоньку очищаешь город от снега. Ну конечно, да. Конечно, не отдыхаем мы, не гуляем по городу, а очищаем от снега. И как бы делаем город прекрасней. Но все-таки это действительно тяжелый труд. Вот сколько длится смена, когда вы без перерывов, в принципе, особенно если идет большой снегопад. Если снегопад идет, то у нас даже где-то примерно около часа даже не выходит, чтобы пообедать. Где-то мы, если вот идет снегопад, утром сели и вечером встали. Это где-то две чистки у нас выходят. В общем, во все дороги заехать, во все это. В этом году зима достаточно снежная. И хлопот она доставила, конечно же, в первую очередь дорожникам немало. Да, устаем, не спорю. Устаем, когда на выходной уходишь. После выходного, конечно, отдохнешь немножко. И дальше опять. В этом году, да, снег, считай, каждый день, каждую ночь. То есть не приходится нам приходить на работу и где-то там сидеть, отдыхать. Пришел, так же, машину сел и поехал. Каждый день, каждый день снег, снег, снег. Мало того, что не то, что когда даже его нету снега. Так же выезжаем, где там, где обочину подбить, где там осевую почистить. Где машина отъехала. Там тоже это же налить, это все так же и убираем. В общем, задач немало. Больше задерживать вас, ну, я думаю, мы уже не можем. Вам пора отправляться и заступать на смену. Может быть, проедем немножко? Да, да, пора. Ребята там идут уже, надо выезжать. Отправляемся чистить улицы от снега. Да, едем. Сейчас за шлагбаумом выедем. Всегда за шлагбаумом выезжаем. И это начинается наша первая дорога. Вот опускаем плуг. Он сейчас немножко будет греметь. Опускаем щетку. И все, вот пошла наша работа. Аккуратно проезжаем под пешеходами. Иногда снег бросает, чтобы их не обрызгать. Иногда, конечно, не получается. И так идет чистка. И так, да. Незаметно. Незаметно, да. Ну, три часы, дни. Уважения, конечно, дороги нет у нас никакого. Ставят большую машину, особенно если чистят. То я никогда не пропустят. Приходится как бы на свой... Вот это, наверное, вот то отрицательное, да, что есть в работе. Все-таки хочется какого-то понимания со стороны, в первую очередь, водителей. Потому что ведь именно для их безопасности, именно для их комфортного передвижения по дорогам вы и работаете. Да, вот мы... Хотелось бы понимание, наверное, с их стороны, чтобы не оставляли, не бросали на дороге машины. А иногда даже просишь, понимаете? Иногда просишь человека, да, там, отъедьте, пожалуйста, я же для вас чищу. Иногда игнорируют. Иногда, ну, большинство людей, конечно, да, понимают, что я не просто так еду, не просто так их прошу отъехать. А иногда некоторые, ну, там, ругаются, не пропускают. Как-то так. И в основном все, мы же едем потихонечку. Все хотят обогнать, все хотят там отрезать, втиснуться, проехать. Ну, а как-то, а когда, почему мы этого не, ну, стараемся не допускать? Потому что, ну, сейчас авария, да, авария. Одна машина уже у нас выйдет из строя. Уже, как бы, ширину Можайского шоссе или где там широкие улицы. Мы уже четвером, пятером уже не застаем. И вот стараемся, чтобы, ну, машины не разбивали колонну, потому что у нас сопровождения ДПС нету. Как-то стараемся сами этого. Ну, все-таки колонна, это же не хаотичная какая-то структура. Это определенно выберенное количество машин, количество техники. Вы встаете в определенную фигуру, чтобы максимально охватить пространство. И, естественно, ну, вот разбивание или вклинивание в эту колонну просто недопустимо. Она сразу выводит из строя всю работу. Да, сразу выводит из строя всю работу. Это во-первых. А во-вторых, когда снега же много, первая машина вал отодвигает, вторая его также подцепляет, третья, четвертая. Первая машина вал отодвинула, вторая, если ее уже разбили, пошли по этому валу ездить. И, получается, вал мы этот до обочины не доводим. И приходится останавливаться. Либо заново, да. И опять грязно, опять грязно. И также припаркованные автомобили тоже. Иногда просишь их отъехать. Они отъезжают, которые люди понимают. А иногда встанет, аварийку включат и все. Приходится объезжать его. Приходится потом в очередной раз, когда поедешь второй раз, опять приходится этот участок проезжать. То есть, уже, получается, выполняем двойную работу. Но это ведь и в первую очередь это время, в вторую очередь это горючее. Конечно, затраты все эти. И, получается, уже уборка, которая была рассчитана и нацелена на один результат, не достигается? Да, уже приходится это делать двойную работу. Вот пример. Никто не пропустит. Каждый старается под большую машину залезть. Николай, с самого утра. Ваша техника, ваши люди трудятся на улицах города. Где мы сейчас находимся? Что это за объект? И есть ли сложности с его уборкой? Мы находимся на Можайском шоссе, дублер Можайского шоссе от МФЦ, выход в область на Можайское шоссе. Практически самый неудобный участок, потому что постоянно здесь машины стоят, паркуются. И, как мы видим, они и как приезжают, так и уезжают. Тут люди работают, из-под машины все достают. Конечно, это создает колоссальные неудобства. В части плотности работы с ГИБДД направляем обращение для того, чтобы как и администрация, так и ГИБДД могли согласовать установку дорожных знаков. Возможно, это будет здесь четно и нечетно, для того, чтобы люди понимали, когда им надо убирать машины, и когда мы сможем спланировать свою технику с приездом на этот участок. Но тут получается такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, жители жалуются на то, что много снега, сложно идти, машины застревают. Но, с другой стороны, они активно заставляют машинами все дорожное и колодорожное пространство, чем, собственно, и препятствуют уборке и вывозу снега. Мы сейчас видим, что ваши люди в ручном режиме убирают из-под каждой машины снег. Это ведь существенно увеличивает время уборки. То есть, с одной стороны, буквально бы заняло несколько минут, если бы здесь прошла машина, сгребла весь снег и его вывезли за пределы города. А так, получается, это люди должны в реальном времени своими руками выгребать эти сдавалы снега. Как мы видим, здесь мы возле МФЦ непосредственно работают золотые ручки. Погрузчик с машиной. Там был перекрыт участок временно, пока тоже люди, как говорится, свободные есть места, и можно применить такую технику. И это, конечно, увеличивается темпы времени. Но вот есть участки, как мы, например, вот сейчас стоим здесь, и мы видим, действительно, надо людей приучать к тому, чтобы они либо искали места во дворах, конечно, их практически нет, и здесь они убирали машины непосредственно утром пораньше, что в 6 часов мы начинаем уже убирать проезжую часть, и вот в ручном режиме, в таком ритме, быстром. Но это время, это время, сразу все мы не можем убрать, потому что это надо колоссальное количество техники, колоссальный штат работников для того, чтобы полностью убрать. И поэтому людей надо оповещать, людей надо приучать к тому, что есть дорожные знаки, четные, нечетные. Как правило, мы зачастую видим, что люди жалуются, но при этом они сами не соблюдают правила дорожного движения, что они стоят под знаками, стоянка запрещена, работает эвакуатор даже. Люди стоят, не боятся, что их машину увезут. Также четные, нечетные, ездит система парком по городу, выписывает штрафы, но все равно мы наблюдаем, что люди целенаправленно ставят машины на обочину, на проезжей части, и при этом жалуются, что снег не убирается. Но мы должны как-то все-таки в тандеме работать, что днем постараться по возможности прятать машины во дворы или на свободные места уже почищенные, и давать возможность дорожной технике проходить и убирать проезжую часть дорог общего пользования. Задействованы и техника, и люди готовы уже с 6 часов утра убирать улицы ежедневно, что вы и делаете. Сколько в этом сезоне задействованы единиц техники? Сколько людей трудится над очисткой города от снега? Так как мы обслуживаем только дороги общего пользования, то задействованы техники более 40 единиц, это в том числе как и КДМ, коммунальная техника, это пескачи, бочки, щеточное оборудование, трактора непосредственно, и снегопогрузчики с самосвалами, которые вывозят снег с территории дорог общего пользования. Что касается людей, это 3 бригады, в каждой бригаде от 5 до 7 человек в зависимости от загрузки. Убираем мы автобусные остановки, заездные карманы к автобусным остановкам, пешеходные переходы, то есть чтобы человек, подходя к пешеходному переходу, спокойно мог перейти в проезжую часть без каких-то больших перешагиваний через валы. Это стараемся мы быстро убрать до основного потока времени, поэтому мы так и рано начинаем работу. То есть люди, идя на работу, уже могут заметить и видеть, что дорожная служба уже работает. Эта зима преподносит сюрпризы практически каждый день. У нас идет снег. В прошлом году выпадало рекордное количество осадков, но то, что в этом году так продолжительно и такая снежная зима, наверное, для всех такой сюрприз. Ну, для каждого человека по-разному. Для тех, для любителей лыж это счастье. Да, для дорожников это работа, прежде всего работа. И прежде всего это безопасность дорожного движения, что мы должны соблюдать. И безопасность заключается в том, чтобы обеспечить проезд транспорта, обеспечить проезд общественного транспорта, это самое основное. Ну, и уже после этого люди параллельно, вот я уже повторюсь, что люди должны выходить на чистые автобусные остановки и переходы. Это прежде всего. Ну, да, зима снежная. И в том году, январь, мы видели, что он, можно так сказать бы, мы встречали без снега, а сейчас это каждый день практически снег. Работают три смены по шесть единиц техники, постоянно дежурят в ночь и днем, чтобы обеспечить проезд и спокойствие жителей, чтобы они могли как приехать в город Одинцово, так и уехать на место своей постоянной работы. Ну, и как мы видим, я думаю, что мы справляемся с этой работой. Дороги убраны, машины свободно перемещаются по основным улицам города, это залог безопасного дорожного движения. И, конечно, хотелось бы людей, пользуясь случаем, тоже надо повесить о том, что если они видят коммунальную технику, что она едет даже сзади, постараться пропускать. Потому что иногда, зачастую, мы видим такие моменты, когда едет коммунальная техника, человек стоит, только они проехали, он выезжает. Ну, мы должны друг друга уважать, прежде всего. Вы, люди должны понимать, что это достаточно сложная работа. Ее практически не видно, но постоянно люди работают. Это тяжелый физический труд. Конечно, это тяжелый физический труд. Это в основном, если это касаемо тротуаров, практически где-то 40% это ручного труда. Вот как мы тоже видим, парковки такие вот приближенные к торговым комплексам, проезды сложные. Это все практически вручную. И тротуары, и подходы, пешеходные переходы, все вручную. Да, что касается проезжей части, это машины. Ну, и на проезжей части тоже периодически встают машины под знаками. Я повторюсь, самое главное – это соблюдение правил дорожного движения. Именно под знаками стоянка запрещена. Работает эвакуатор, четная, нечетная. Это улицы, вот, Верхнепролетарская, Молодежная, Любаново-Оселовой. Есть участки, на которых стоят эти знаки. И вот просьба, чтобы их соблюдали. И каждый раз, вот, позапрошлые зимы мы знаем то, что вот на улице Молодежной люди постоянно вот так жаловались. И потом, когда начал ходить парком, выписывать штрафы, люди потихонечку приучились. И потом они соглашаются, что действительно это удобно. С одной стороны, что машины могут парковаться с одной стороны, и нам легче одну сторону убрать. На следующий день мы можем прийти на другую сторону. И дорога в общем сложности за два дня получается чистой. Вот. Что касается знаков, стоянка запрещена. Вот, работает эвакуатор в ночное время, вот, мы замечаем, да, Жуково. Вроде, казалось бы, центральная часть города, много машин. Но мы замечаем, что ночью люди спокойно стоят, а днем они разъезжаются, потому что стоят знаки с временем. И нам удобно убирать эти парковки, потому что днем никого нет, дороги чистые. И вывозить удобно, эта скорость вывоза увеличивается в разы. Ну и, соответственно, люди меньше, они видят, что чистые дороги. А вот, когда припарковано, это очень сложно. Ну что, день только начинается? Только начался, время уже, наверное, часов, наверное, 8, да, утра, а мы уже как 2 часа работаем. Обещают обильные снегопады, поэтому я думаю, что у нас, и наших телезрителей, будет возможность увидеть воочию, как идет уборка непосредственно в тот момент, когда небо осыпает всех снегом. Для кого-то это радость, да, для нас начинается работа. Субтитры создавал DimaTorzok